Позвоночник, лодочный отдел, капсулы черепа. Надминаю, когда мы говорили о позвонках, со стороны спины. Над каждым позвонком замокается дуга, невральное кольцо. Зачем оно нужно? Не, невральное кольцо не для мышц. Надминаю, как позвонок встроен. Вот была хорда, поперек развезли хорду. Вокруг хорда, в каждой порции мышц, развивается колечко из жесткого хряща, либо из кости. Вот здесь спина, вот здесь брюх. В спинную сторону начинают расти два отростка. Эти два отростка смакаются и дают общий длинный шипообразный отросток. В брюшную сторону два отростка смакаются и дали длинный шипообразный отросток. Положение хорды, сейчас красненьким штрихую, вот здесь хорда. Вопрос, зачем нужно вот эти два кольца? На позвонку, на бок позвонку. Защит. Защит чего? Защит. Во-первых, спинной мозг проходит где у тебя? У всех позвоночных. На позвоночных позвоночных. Вот, ребят, отвыкаете от слов «над» и «под», спереди и сзади – это биология. Эти ориентиры не работают. Скажи, пожалуйста, у вас плечо над головой или голова над плечом? Голова над плечом. Голова над плечом. Вася, вы ставили на руки. А если вы любви? Понимаете? Вот эти привычные для нас ориентиры очень неудобны в биологии, потому что положение тела-то может меняться. Так, но в биологии считают, как считают – ближе к спине, ближе к животу, ближе к голове, ближе к хвосту. Вот эти ориентиры, как ни вертись, они остаются неизменными. Так вот, где проходит спинной мозг? Ближе к спине. По отношению к позвоночнику. Вдоль позвоночника, ближе к спине. Вот он, спинной мозг зелененький. Вот он идет вдоль позвоночника. Во всех черепах обязательно, на задней стенке, есть отверстие. Называться будет большое затылочное отверстие. И через это отверстие спинной мозг соединяется с головной мозгом. Хорошо. Ну а зачем может быть нужна? Необходимо брюшное кольцо. Вот это мы с вами не разбирали. А подумайте. Под каждым позвонком брюшное кольцо. Да. Да. Да, кровеносный сосуд. Защита крупнейших кровеносных сосудов. Да. Называться брюшное кольцо будет гемальное кольцо. Гематоз крови. Вот так. Вот здесь крупнейшие кровеносные сосуды. Хорошо. А теперь? Вот она голка. Вот пищевод. Вот желудок. Вот ваши петли кишечника. Да. Вопрос. А оконопищеводительной системы? Прям так между мышцами находится? А и подпишем. К позвоночнику. К позвоночнику. Ну а представьте, что будет с печенью допустим. Рыбик когда плывет. Она модулирует. Но вот висит у вас печень. И ее подвеска начинает вот так раскачиваться. Прямодуляция до положения позвонков меняется. Ну не выйдет. В смысле к позвоночнику подвешивать нельзя. Вот как дела обстоят. С брюшной стороны тела находится здоровенный мешок. Мешок совершенно герметичный. Вот в этом мешке располагаются все так называнные полостные органы тела. Второе название целома – вторичная полость тела. Что здесь находится? Ну в первую очередь органы пищеварения. Вот пищевод вошел в целом. И дальше все отделы, а не в целоме. Вот здесь отдельный сектор целома вот так огороженный. Кто понял, что это за сектор и что внутри него? Сердце. Это перикард, перикардиальный мешок. А внутри сердце. Остальные крупнейшие органы. Во-первых, абсолютно у всех позвоночных есть самая крупная железа тела. Это железа пищеварительная система. Проток ее открывается почти сразу за желудком. И железа занимает на самом деле очень крупный участок, крупнее желудка. У разных видов и формы и размер разный. Максимальная, кстати, у акула. Акул – это вообще гигантская железа. Кто понимает, что железа такая? Не поджелудочная. Нет? Не поджелудочная. Не поджелудочная. Кстати, названная вами железа расположена под желудком только у человека. А у всех остальных она совершенно не под желудком. А сейчас вы видите, почему. Ну так и, что вот это за гигант такой пищеварительный? Печень. 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 Самая крупная железа в организме позвоночного – печень. Так? Значит, а как называется гигантский сок? Который синтезирует клетки печени и он по протоку стекает в тишину? Желчка. Желчка – очень агрессивная среда. Поэтому шутки с ней уже плохи. Хранится она в особом органе накопителя, который называется желчный пузырь. Желчный пузырь находится на поверхности печени и соединен пузырным протоком с кишечником. Так вот, порция желчи выбрасывается в кишку только если ваша пища – порядочное количество жиров. Желчь необходима для нормального переваривания жиров. Жиры без желчи переварить вообще нельзя. А если у вас в этом секторе остались не переваренные жиры, они должны здесь перевариться. Вот дальше они в непереваренном виде пошли вот сюда. И порушили всю систему нормального переваривания пищи. Не должны жиры сюда проходить, они вот здесь должны открываться. Так что дело не ограничивается только тем, что организм не получает жиры. Жиры – это просто срыв работы пищеварительной системы. Правда, есть способ обмануть печень. Желчь выбрасывается еще по одному поводу, не только. Ее блиная задача – работать с жирами. Но есть вещества, которые заставляют печень выбрасывать порцию желчи. И вы все знаете – горечь, которая содержится во всех пряностях. Под действием пищевой горечи клетки, точнее регуляционная система, заведующая сбросом желчи, выбрасывают порцию желчи в пищеварительную систему. Отсюда желчегонный эффект очень многих трав, что применяется в медицине достаточно активно. Поджелудочная железа, а она где? На самом деле она вот здесь. И она относительно небольшая. Это положение назвать поджелудочным просто никак нельзя. Если уж в эти фирмы, то тогда «зажелудочная». Но обратите внимание, вообще тут позвоночник. Позвоночник должен идти параллельно Земле или перпендикулярно? Параллельно. Параллельно Земле. А у нас с вами? Вязка. Понятно, что наши предки стали вот так. В результате то, что было за желудочным, оказалось поджелудочным. А вообще-то учтите, что на самом деле поджелудочная железа закладывается в связках, лежащих вот здесь наджелудочным. Так что антомически, вернее, могут назвать наджелудочным железом. Но у нас она в такое положение не может быть. Хорошо. Что это сейчас? Карта, с которой мы будем работать, относится к костным рыбам. У всех костных рыб возникает совершенно гениальное приспособление. Оголки, вот так, отрастая большой карман. Он может быть разной формы, разного размера. Используется этот карман вот для чего. Такое движение вы бы назвали глотанием. Глотание. Что такое? Это проталкивание порции содержимого из водки еще. Так? Осуществляется глотание за счет сокращения кольцевых мышц водки. Помните, мы с вами, по-моему, на прошлом занятии, разбирались, что произойдет с зубной пастой? Если же это будет. Вот у вас есть трубка, окруженная мышечными кольцами. Если эти кольца начнут по очередке сжиматься, то содержимое проталкивается вдоль труда. А теперь представьте себе, что рыба зажала пищевод, пищевод закрылся. Кстати, как положено, вот сейчас у вас пищеводы открыты или зажаты? Зажаты. Зажаты. Пищеводы у всех совершенно по умолчанию зажаты. Открываются они в двух случаях. Два рефлекса способны открыть пищевода. Открыть и заставить проталкивать пищу. Первое – глотание. И второе – защитные рефлексы, водные рефлексы. Это если вы сюда закинули что-нибудь неподходящее. Так? Вот по этим рефлекторным командам пищеводы открывают. Все остальное время они зажаты. А теперь рыба выставила голову над поверхностью воды. Так? И сделала глоток. Если голова выставлена в ручечную область чем заполнена? Воздухом. Воздухом. Теперь вы сжимаете глотку. Что сделает воздух? Роктор закрыл. Раздуется. Воздух раздуется. А где есть лёжки? А где есть лёжки? Ага. У большинства рыб это не лёжки. Это по-другому называется и для другого службы. Это плавутные пузыри. Понятно, как газ попадает в плавутные пузыри. Ну и зачем рыба использует плавутные пузыри? Регулирует положение в воде. Что произойдёт с телом, если объём плавутного пузыря увеличится? Начаться всплывать, а если уменьшится? А сейчас есть 3 задачи. Рыба на глубине 10 метров. Она собирается всплыть. Что для этого надо сделать с объёмом плавутного пузыря? Откуда она возьмёт газ на глубине 10 метров? Можно заполнить слизью. О, отлично. В крови какие газы растворены? Кислород растворён? Ублекислый газ растворён. На самом деле, больше всего там, конечно, растворенного азота. Ну, поскольку наша атмосфера из азота состоит больше, чем на 70%, то он, конечно, в любом растворе перебывает. Почему его обычно не считают? А он в биологических процессах не участвует. Ну, во всяком случае, в обычных биологических процессах азот не участвует. В результате на поверхности вот этого кармана находятся капиллярные сплетения, да? И стеночки капилляров извлекают газы из крови и выбрасывают объём пузыря. Что с объёмом пузыря? Увеличивается. Что делает трава? Всплывает. Всплывает. А если погрузиться надо? Включается противоположно работающая газовая железа. Она берёт газы из объёма пузыря, из газовой фазы, и растворяет их в крови. Вот завтра во время вскрытия увидите сосудистые сплетения на плавательных пузырях у карпа. Видно не очень хорошо. А у карпа будет ещё интереснее. У него плавательный пузырь вот такой. Это не у всех далеко. Но плавательный пузырь вот такой формы. Он из двух секторов. И что будет, если передний сектор сжался, а задний сектор расширился? И задний будет всплывать. Задерёт хвост, а пустит голову. Всплывать не будет, объём не изменился. Он изменит положение тела. А что будет, если задний сектор сжался, а передний расширился? С хвостом вниз, головой вверх. То есть, работая таким органом, можно не только всплывать и опускаться, можно ещё и регулировать положение тела. Ну, кроме органов... Да, ставить тело. Да, пожалуйста. Ну, я когда-то учился в школе. Угу. И в школе мы проходили рыбу. Ура. Там учительница, в учебнице, в совсем небольшом, объясняла нам, что плавательный пузырь управляет тем, рыба выше или ниже, при помощи того, что он в мышцах и, соответственно, она его обжимает этими мышцами или, наоборот, растягивает. Вот. Я спросил, как же так, вроде никаких мыслей не видно, и кроме того, что это за сила нужна такая, чтобы... Вот. После чего получил грандиозный скандал за подарив авторитета учебника, учителя, всего, чего можно, и запомнил этот скандал на всю жизнь. После чего всю жизнь так и ходил с непониманием, как же так, меня, кажется, заткнули, а всё равно не понимаю, зачем нужно плавательный пузырь. Ну вот теперь, понимаете? Теперь втошло. Вот. Но вопрос всё равно остался. Ну, ну... Остался такой. Остался такой. А вот на глубине 10 метров вообще-то давление в два раза выше, чем... Да. Плюс одна атмосфера. Неужели действительно этот плавательный пузырь в два раза меняется? Нет. Не в этом дело. Дело в том, что вообще действие давления на живые организмы воспринимается немножечко по-дурацки. Считается, что если взять какого-то поверхностного зверя, засунуть на глубину километра, его раздавит давление. Чушь полное. Чем клетки внутри заполнены? Нет, жить беспонятно, а там-то воздух. Вот. Значит, все эти дела раздавят из орлёт, связанные только с газовыми органами. Но дело в том, что удивленное давление, которое могут раздавить газовые железы, позволяет менять давление в этом пузыре, полностью компенсируя изменения внешнего. При необходимости 10 атмосфер создадим, при необходимости 20 атмосфер создадим. То есть такое количество газа туда выделить? А газы ведь постоянно поступают через жабры. Ну, газообмен-то идёт за счёт диффузии. Если вы заправили газы из крови, то на очередном витке, проходя свой жабры, ну, как бы диффузию будете останавливать? То есть весь газообмен только за счёт диффузии идёт? Здоровый, вообще-то плавный пузырёр. Здоровый. Здоровый, здоровый. Пощадь жажда какая, понимаете? Но она примерно в 20 раз больше, чем вся внешняя площадь поверхности тела рыбы. Если вы создали более-менее выраженный градиент концентрации по тому или иному газу, у вас никаких проблем с получением газа не будет. Он сам придёт. Проблем будет вытащить его из раствора и засунуть в газовую пазу. Но это уже задача железы. А работать против давления и не приходится. Ну, против статистического давления. И мышц там нет вообще? Нет. А вы увидите. Вот чем хорош практику? Всё можно увидеть и потыркать пальцем совершенно самостоятельно. Никаких мышц в стенках плавного пузыря ни у кого и никогда не бывает. Просто. Гатыконов? Да. Сорок лет. Вот они, детские психологические травмы. Когда сказываются. Хорошо. Поехали дальше. Итак. Угнаряющее большинство рыб – это регулируемый поплавок. Но некоторые рыбы, уже далеко не большинство, используют такие газовые выросты в качестве дополнительных органов газообмена. Так? Значит. Для этого надо вот этот проход из ловочки, пузырь, оставить открытым в течение всей жизни. У большинства рыб он открыт только у малька. Для первого бланка газа. А потом он вот так зарастет и закроется. И все. Это изолированная система, которая меняет свой объем только из-за работы газового струлюса. У двоякодышащих рыб и у суперых, так, проход остается открытым. В результате, всплывая на поверхность, глотает воздух. Вот сюда, пожалуйста. Капиллярные сети есть на поверхности пузыря? Ну, газовые сети – это капиллярные сети, газовые железы. А это значит, из этого свежего воздуха кислород будет депонировать кровь? Будет. А когда кислород там кончится, что сделаем? Еще раз. Выпрямим этот воздух, который отработан, и плотнем много этого. И вот так, глоток за глотком, получаем дополнительную порцию кислорода. Надо сказать, что именно такую систему будет использовать первое позвоночное, вышедшее на сушу – амфибия. Амфибия, когда движет легкими, они делают дыхательные движения как раз ровно так же. Они глотают воздух. Заглатывают порцию воздуха, проталкивают ее в легкую. А потом выплевывают. Видели когда-нибудь, как лягушка сидит на берегу, и у нее вот так горло уходит? А что это за движения такие? Это как раз и есть проталкивание порции воздуха в легкие. Глотание воздуха. Хорошо сделали. Что здесь еще? Итак, плотный пузырь или легкие. Еще здесь вдоль спины, но вот этого без специальной тренировки не убить. Прямо вдоль центральной линии спины идут две темно-бурые ленты. Итак, прямо вдоль центральной линии спины идут две темно-бурые ленты. Это почки. Это органы выделения, задача которых очистка крови от конечных продуктов обмена, от тех шлаков, которые в клетках произошли, от тех ядов, которые случайно попали из внешней среды в организм, и поддержание постоянства внутренних средств. Вот две таки леночки, вдоль спины идут. Ну и еще два крупных мешка. Размер которые будут очень сильно меняться в течение года. Вот сейчас, скорее всего, они будут крупные. Здоровые рятообразные мешки, которые прикреплены вот с этой стороны. Так, ребят, если уж мы биологией своим занимаемся, то неплохо понимать, что половые органы – это не то, что видно снаружи, а вообще половые органы – это железы, формирующие половые клетки. Общее название половых желез – гонады. Гонады – половые железы. Их два типа. Женский вариант гонады будет называться яичник. И в нем рождаются половые клетки, которые называются яйцеклетки. И мужской вариант гонады, который называется семенник. И в нем рождаются половые клетки, которые называются сперматозойка. Ну, ясно, что эсгонад должен быть выход на улицу. Так? Потому что если половые клетки вот здесь произошли, и здесь же остались. Размножиться можно или нет? Да. Совершенно невозможно. Нельзя обеспечить подстричь. Потому что эсгонад есть в своей выводящей простойке. Эволюционная судьба у позвоночных, на самом деле, интереснейшая. Но это уже далеко ведущий, в сторону от наших интересов, вопрос. По-вашему, в течение всего года, постоянно, в течение всей жизни, размер гонад одинаковый. Значит, гонады резко увеличиваются в размере только в сезон размножения. И вот тогда они действительно такие здоровые, толстые ленты, идущие от задней части целома чуть ли не до сердца. Иногда даже до сердца. Вперед. А после того, как произошел нерест, после того, как сбросили половые продукты на улицу, они превращаются в такие тонкие влядочки. Не очень заметные. Вот, собственно, все важнейшие детальки внутренних или целомических органов, которые мы с вами будем смотреть завтра на вскрытие. Отдельно посмотрим, как встроена глоточная область. Ну, а вскрытие глоточной области – это уже по желанию. Обязательно задача не входит наша. Какие-нибудь вопросы по вот этому хозяйству есть или нет? Хорошо. Если вам попадается убитный кард, то вы вместо двух гонад совершенно запросто можете насчитать 4-6, иногда нечетное количество. Это что такое? Не эфгат. От него надо. Просто. Будете смеяться, но еще лет 10 назад и 25 килограмм назад, да? Я совершенно запросто прорезал в шкурник. Шкурником называется узкий коридор пещеры, высотой 24 сантиметра. В более узкий пройти не мог. Это мой критический потолок. На самом деле это ширина черепа. Значит, по-другому изгрынуться можно. Сейчас основательный мужчина, как Карлсон, о спирологии можно забыть. Вопрос. Как по-вашему, а вот эти жировые скопления, будь они не волны, где находятся в человеческом теле? Под кожей? Да. Черт из два. В бэк кожи. И не в бэк кожи. Под кожей даже у самого толстого человека, но от силы вот такой толщины слой. Так, главное жировое скопление, вот если это абдоминальное ожирение, именно в районе живота, находится вот здесь. Это порция жира между внутренними органами. Между печенью, детями кишечника, поджелудочными почками и так далее. Это так называемый висцеральный жир. Штука далеко не безопасная. Так что ожирение абдоминальное, на самом деле, далеко не самое лучшее, что бывает на свете. Так, бороться с ним исключительно сложно, по себе знаю. Но, тем не менее, надо понимать, что это не под кожей, а это совершенно другое. У барышень существенно, вот это мужская тренингатива, такого пуза. У барышень все совершенно иначе. Дело в том, что в каких местах происходит гензирное обложение, в варианте женском. Не на животе, бедра и ягодицы. В чем дело? Вопрос спорный, у каждого по-разному. Разумеется, комплекция у каждого по-своему. Но есть такая штука, которая называется половой деморфизм. Отличие мужчины от женщины. Вот в рамках проекта, не нарушенного двумя этаками существования медицины, а коренного проекта. Женское ожирение не может происходить в районной талии. Такая барышня рожать не сможет. У нее не строится нормальная беременность. А природа крайне плохо относится к живым существам, которые не выполняют свои биологические функции. Я же знаю, что сейчас помогут родить человеку с любыми биологическими аномалиями. Это не значит, что с биологической точки зрения его комплекция нормальная. В частности, комплекция барби, допустим, на которую ориентируются три десятилетия, это пример глубокой патологии. Вот просто глубокая медицинская патология. Не имеет права у человека быть такая комплекция. Это анорексия. Причем анорексия в предкомечественной форме. То есть уже тяжело запущенная. Так что представление о том, что нам кажется нормальным или даже красивым, это одно. А вот то, на что рассчитано наше тело, это совсем другое. Наши тела очень не любят, допустим, ситуацию, которая в мегаполисах. Оно совершенно не рассчитано на комфорт. Категорически не рассчитано. А у нас сейчас вся культура стеренится к повышению комфорта. Причина половины заболеваний в развитых мегаполисах, причем чем более развитых, тем больше процентов этих заболеваний будет, в гиподинамии, недостатке движения. И, с этой точки зрения, самое бредоносное изобретение человечества – это автомобиль. Не потому, что нам выплатные газы в окружающую среду, а просто потому, что человек перестает ходить своими ногами. Вообще-то наше тело рассчитано на то, чтобы мы ногами проходили километров 15 в день. Вот тогда все надо. Так что, конечно, у всех по-разному, но есть еще некоторая общая практика. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...